Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Вампир, и сегодня мы с вами начинаем проходить очередную модификацию под названием Мясник из Ада к игре Legend of Grimrock 2. Итак, в наличии 7 часов игрового времени, 8 новых территорий, 35 секретов, 4 мини-босса, 1 финальный босс. Вы начнете с заранее созданной группой, это часть сюжетной линии. Также хотел бы добавить, каждый из наших персонажей будет сразу третьего уровня, и по ходу игры мы сможем развить своих персонажей до 13 уровня. Рекомендуемая сложность, нормал. И помните, опытный игрок всегда имеет преимущество. Но вот тут я бы хотел сказать, что мы не соблюдаем это правило. Все равно мы играем всегда. Конечно же, на харде. Мы на месте. Северный замок прямо перед нами. Дирка это сказала. А кто из вас Дирка? А, так вот он, это Дирка. Ну давайте исследуем нашу группу, что она вообще из себя представляет. Маркус, человек-рыцарь. Так, похоже, он владеет легким оружием. Навыки. Точность, броня и легкое оружие прокачано сразу до второго уровня. Черты. Человек, рыцарь, размах, оружейник, закалка, выносливость и легкая броня. Ну, в принципе, типичный такой легкий боец. А это, скорее всего, тяжелый как раз будет, да? Ну да, варвар. Человек-варвар. Владеет тяжелым оружием. Дубина. По навыкам атлетика первого уровня, критический урон, броня и тяжелое оружие сразу до второго уровня. Ну, понятно, значит, будем качать ему тяжелое оружие, броню и критический урон. Это основное у него будет. Тут легкое оружие будем качать и броню. Ну и точность можно, конечно, тоже прокачать. Что у нас тут по чертам? Человек-варвар, агрессия, охотник за головами. Вот это неплохая вещь, на самом деле. Только бы черепа находить, ярость и легкая броня. Вон она как. То есть сразу может таскать легкую броню. Круто. Разбойник. Ууу, даже лук сразу есть. Вот это прям приятно. Навык. Стрелковые до второго уровня, метательные. И уклонение до второго уровня. Огнестрельные до четвертого. А у тебя вообще огнестрельные есть? Так нету пока что. Точность и критический урон. Сразу на первом уровне. По чертам. Человек-разбойник, крепость. Интересно, зачем тебе крепость? Ты ведь как бы в тылу находишься. Не совсем мне вот это понятно. Проворность, неуловимость. Ну это понятно, потому что это как бы разбойник, ему это нужно. Скорость, едуустойчивость и специалист. Ну это мах. Типичный мах, насколько я понимаю. Элоби. Человек-чародей. Духовность и демонический предок. Сопротивление огню плюс 25. По навыкам. Алхимия даже владеет. То есть мах-алхимик. Вот это интересная связка. Никогда такое не использовал. Кто-то там забывает уже. Так, алхимия, концентрация второго уровня и магия огня. О, тут даже магия воздуха, земли и воды до первого уровня уже прокачана. Все, хорош. Кратко так изучили наших героев. Сразу давайте наколдуем свет. Так, это мы отсюда пришли. Но я хочу попробовать. Может туда можно пойти? Мы только прибыли. Нет смысла поворачиваться обратно, говорит Маркус. Окей. В общем, наша цель попасть в какой-то там замок, который вот где-то там перед нами находится. Пока что я его, честно говоря, особо не вижу. Но наши главные герои говорят, что там вот где-то виднеется замок. Так, водоросли. Значит, тебе будем отдавать. Ты же у нас алхимик. Что за звук был? Ни хрена себе. Я нашел секрет, видимо, тысячу очков опыта. И два больших кристалловосстановления. Просто тыкнул. Может там что-нибудь еще есть? Мужик, признавайте, может у тебя там что-нибудь еще спрятано под мышками? Так, грибок съедобный, пригодится. Кто его знает, может быть в этой модификации будут проблемы с пищей. Все может быть. Мы уже через многое прошли. Многое знаем. Многое знаем. О, пенек! Старый дружбан мой. Иди сюда, я тебе всеку разочек. Особый удар. Нет энергии. А вот ты можешь? О, а ты зато можешь. Давай всеки ему. Акробат, пенек. О, и там еще кто-то ползает. Сколько у вас тут? Алло, гараж. Главное, чтобы меня не зажали. А, он отступает, значит ему хана уже. Да ладно, тебе уж столько урона нанес, а ты еще не сдох. Давай вздыхай, до свидания. Так, стоп. Давайте сначала с той стороны все изучим. Рановато что-то я сюда пошел. Ну, внимательно давайте будем смотреть под ноги. Потому что тут повсюду грибы, всякие растения целебные. К северному замку. Ну да, в принципе, вон ворота этого замка. Тут мост какой-то разрушен. О, я вижу там письмо спрятано, обнаружено. Секрет. Тысяча очков опыта. Где-то паук ползает, я слышу. И варк. Ну ладно, хрен с ним. Че в этом письме сказано? Шапта. Если что-то пойдет не так, забирай все, что сможешь из моего сундука. И скройся на время. Я закопал сундук возле стены, там где зеленеют два дерева. Встретимся на нашем обычном месте. Ханег. Так, а что-нибудь еще у нас есть? Тут письмецок. О, господи, дорогой Маркус. Мне, честно говоря, что-то не хочется тратить время. Очень много тут написано. Кто хочет, прочитает. Ты, в принципе, я, наверное, тоже между серией все-таки прочитаю. Все-таки интересно. Ну, не хочется тратить данный момент. Временно это. Ну да, вот он, Варк, иди сюда, я тебя в секу разочу. Блин, я уж, честно говоря, давно не играл. Отвык от этой механики. Нужно будет привыкать. Могут быть ошибки с моей стороны. Зачтоф. Тихо. Не дури. Не дури, Варк. Больно кусает, падла. Вроде никчемный вот этот Варк, по сути. Если бы большой был Варк, он да, он прям серьезный очень. А этот он так себе. Итак. Мясо Варка, конечно же, пригодится. Это хорошо, что с него мясо выпало. Тут проход. Ну-ка, давайте посмотрим, что у нас вообще здесь. Цель попасть в замок. Но замок подождет. Видите свет? Кто-то прячется в тех камнях. Говорит, дирка. Камень пригодится, заберем. Гриф. Тихо-тихо-тихо, брата, не дури. Нет энергии. Как так? Не-не-не, одумайся. Я вот боюсь, что мне со спины зажмут. Я лучше отойду. Тут уклоняться особо негде просто. А он сюда не хочет за мной идти. Да что ж так мало вы урон наносите? Ну-ка, дубинка ему огрей. На тебе, падла. Это, кстати, хорошо, что персонажи разговаривают, поддерживают диалог. Обычно молчат они. А тут, знаете, пишут там, что-то видят. Так, метательный кинжал. Пускай у тебя будет... Зачем тебе кинжал выкинет? Кинжал тебе вообще не нужен. Для чего он данному персонажу? Я не вижу никакого замка. Как же открыть дверь? А, замка, прошу прощения. Ну, тут замка вообще нет. Мне кажется, эта решетка открывается изнутри. Логично, в принципе. Так, грибы. Пригодятся целебные изделия. Мешок. Ладно, пускай пока валяется. Так-то он, в принципе, нам нафиг не нужен. Опа, грибок спрятан, видите? Внимательно надо все смотреть и осматривать. Если я что-то буду пропускать, то... Пишите в комментариях. Так, возможно, я вернусь к этому месту и заберу ту самую вещь, которую пропустил. Стоки замка. Так, а кнопки тут нет никакого? Может, факел надо снять? Нет, совершенно ничего не произошло. Ладно. А вот тут пройти нельзя? Нет, нельзя. Мне показалось. Я думал, вот эти веточки можно сломать и пройти через этот проход. Так, давайте тогда с этой стороны все исследуем. Сломаем вазы вот эти всякие. Опа, это что-то такое. О, там хлеб спрятан. Хлеб, это хорошо. Ой, сколько тут мышей? Откуда они? Лови. Блин, вот с пистолетом это опасная мышь. Ой, мы с Тамарой ходим парой. Там вон варх вообще ходит вместе с варгом. Это плохо. На тебе по лбу. Ну давай, сдохни уже, а. Так-то, по сути, эти крысы, они никчемные. Но если их много, и на данном этапе игры, в принципе, мы же не раскачаны сильно, они легко нас могут одолеть. Поэтому нужно аккуратно вот так уклоняться, потихонечку, не спеша. Да ты будешь что-нибудь сдохнуть? Ты еще, блин, мать, промахиваешься. Фария. Именно какие-то у вас такие нестандартные, скажем так. Трудно будет привыкнуть. А может быть и вообще не привыкнут. По сути, мод, в принципе, ну, относительно недолгие. Но я думаю, будет сложный. Так, там мешок, подожди. Могу я отсюда взять? Могу, отлично. Что у нас в мешке? Череп, отлично. Вот череп как раз тебе нужен. Крестьянская шляпа. Держи. Мешок этот нам уже не нужен. Тут я заметил боковым зрением растения. Вот она. Ну, по-моему, в инвентаре у нее вырастать ничего не будет. Или будет? Нет. Там, по-моему, свет, вспышка. Нет. Она не может выращивать растения. И это плохо. На самом деле. Северный замок Лар-Рока. Дверь закрыта. Главные врата закрыты, как и следовало ожидать. А вы что думали? Все так просто, что ли, будет? Мы должны найти другой способ проникнуть внутрь. Говорит Маркус. Что-то так я смотрю, Маркус здесь предводитель какой-то прям. А что, нельзя, что ли? Дернуть за эту цепочку. А, смысл? Тут, в принципе, самой-то вот этой двери, решетки-то нету, которую должен закрывать. Ну и ладно. Там варх вообще закрыт. Его, видимо, освободить надо. Кнопок в секретах вроде нет. Ой, блин, как я не заметил. Тут люк. Тут можно вообще провалиться было. Вяленое мясо крота. Пригодится. Кинжал мне нахрен не нужен. Он должен, по идее, этот люк открывать, да? Створки люка даже не шелохнулись. Так, а как же попасть-то в этот замок? Интересно. Может быть, конечно, там слева, получается, будет какой-то проход. О, лопата. Лопата-то хорошо. Нам как раз говорили в этом письме, что у каких-то двух деревьев у стены закопан сундук. Это я тебя освободил. Да когда у тебя энергии будет хватать, мать? Давайте по-быстреньку мы с ним разберемся. Я надеюсь, там эти с тыла на меня не нападут. Ой-ой-ой-ой, что за фигня? А, я влево пытаюсь уйти, направо пытаюсь уйти. А там, оказывается, с колонны, блин. Которые я упираю. Не могу никуда уйти. О, отлично. И с него мясо падает. Прям везет нам, скажем так. Так, факел, пожалуй, мы заберем. Пригодится. Так, что он тут охранял-то? Кость. Причем на английском написано. Ну, сколько урон? 2-6. О! Я не знаю, для чего это кость. Может быть, квестовый предмет какой-нибудь? А так... Вообще невыгодно это брать. Так, у тебя же стороны нормальные. Плюс 1 к защите, плюс 1... Ой, точнее, минус 1 к силе воли. Это мы выкинем. Лучше вот эти рваные брюки оденем, они лучше будут. Тут клетка, которую открыть, в принципе, нельзя. О, ящик, это хорошо. Что у нас в ящике? Еще вельное мясо. Ящик, в принципе, пригодится или не знаю, даже выкинем все-таки. Очень много он весит. Факел забираем. Блин. На колду это что-то темно становится. Прямо такая какая-то мрачная локация. Так, замок не открывается. Давайте вот сюда зайдем. Факел опять же забираем. Друг будет загадки с факелом. С факелами, скажем так. Поэтому факелами могут пригодиться. Тихо, кто бежит сюда. Тихо, тихо, брата, не дури. Подумайся, у тебя вся жизнь в Терезе. Своим кинжальчиком и делается. Ой, тебе полгода. Как ты по мне попал? 20 урона нанес. Каким-то ссосаным ржавым кинжальчиком мне 20 урона нанес. Ну... Какого хрена? Так, можем колдануть молнию, в принципе. Ну-ка. Неплохо. И сразу всех левелап. Шикарно. Так, прокачаем, наверное, тебе легкое оружие. Я хочу, чтобы ты все-таки побольше урона наносил. Тебе, мать... В принципе, то же самое сделаем. Тяжелое оружие прокачаем. Тебе все-таки прокачаем стрелковое. Потому что на данный момент она ходит с луком. Будем лук качать. А там посмотрим. Ну, а тебе прокачаем концентрацию до третьего уровня. Чтобы побольше маны все-таки было. Я вижу отверстие, в которое нужно выстрелить. То есть, нужно как-то наверх, видимо, забраться. Тут забывает реально. Что здесь происходит? Опа, что это такое? А, это метательный кинжалчик. Пригодится. Хотя обычно во всех модификациях я напрасно собираю эти кинжалы. В итоге потом их выбрасываю. Здесь покоится Готрак. Крепкий кулак. Надо было добавить Готмах. Крепкий кулак. Если вы поняли, о чем я. Так. Сундук. Просто к нему не подойти. Решетка, блин. А как мне открыть эту решетку? Что у нас в мешке? Что-то очень здесь много всяких мешков. Хочу подметить. Этот мешок, в принципе, выкинем. А подождите. Вот, в принципе, два дерева. Ну, нельзя, конечно, сказать по этим деревьям, что они молодые. Ну, а у стены, в принципе. Ну, кнопок тут нету или есть. Ну-ка, внимательно. Да нету вроде как секретных кнопок. Давайте попробуем вот тут капнуть. Мне кажется, вот они. Два дерева между ними. Стена. Вдруг тут. Совпадение? Не думаю. Я не знаю. Просто, ну, гад. Верьте мне, не верьте. Блин, как так? Это воровская броня и ботинки. Держи. Держи. Остроносы, туфли. Кто у нас вообще без обуви ходит? У тебя обычные туфли. В принципе, можно выкинуть. А вот эти оденешь. Мать. Так, все. Получается, тут мы все исследовали. Только непонятно, как решетку открыть-то. Е-мое. Ладно. Запомним это место. Но мне кажется, вот. В этот отверстие... Нихерой, там эти орлы летают. Срут на голову мне. В общем... Видимо, я должен наверх залезть и выстрелить в это отверстие. Тогда откроется решетка. Ну, я так думаю. Где-то кто-то ползает. А, вот у него. Мы с Тамарой ходим парой, да? Добрый вечер. О, мана появилась. Отлично. Ха! Просто... Ха! Смешно. Ты не попала, мать, ты в курсе? Я тебе открою секрет. Ты просто не попала. Как так? О, да это жестко было. Даже два куска выпало. Кстати, вот огонь 17 на мне. Сколько молнии будет наносить крысам? Мне прям интересно. 27 все-таки. Молнии даже немножечко побольше наносят. Ну-ка еще раз колдоним. Семена. Да нет, в принципе, одинаково, наверное. Просто так повезло. Так, мясо забираем. Ты у нас будешь таскать, наверное, все мясо. Вообще всю пищу. Потому что у него там в чертах вынослив. То есть, дайди ты в баню, дай я все переложу. Что ж ты ко мне привязался? Там, по-моему, кто-то еще идет по звукам. Мне вообще нужно в замок попасть, а не с вами тут разбираться. Попасть не могу, а? Да неужели? Так, отлично. Давайте все переложим в мешок. Отлично. Зелье у нас имеется. Кость. Это хрена кость. Тут вот пьедестал я заметил, кстати. Может быть сюда кость нужно положить. И. Ничего не произошло. Ну-ка еще раз. Может решетка открылась. Нифига подобного. Мне кажется, неспроста этот пьедестал. Сюда по-любому что-то нужно положить. Пока что-то, конечно, неизвестно. Но да ладно. Погнали. Дальше тогда. Опачку такой камушек. Камушек пригодится. Для каких-нибудь загадок. Опять эти сраные мыши обосрены. Ах ты, су-у-у-у, захотел. Какого хрена ты мне руку отбил, а? Я думаю, здесь кристаллы будут. Если здесь их не будет, то это прям, ну, очень-очень печально. Сейчас я тебе за это психу отвечаю. Знаете, по лбу. Конечно, мать, ты не попадешь. Зачем тебя в эту группу взяли? Ты же никчемная. Даже сдохнет уже, а? Все, мана нету. Замечательно. Просто особый удар просрало. Вот дура, а. Да как так-то? У тебя нет энергии. Вот прям чуть сильно потемнело. Можно, конечно, поспать. О, патроны. Отлично. Пускай ладно, пока что у тебя валяются. Зелья, наверное, использовать не буду. Ничего. Походит с одной рукой. Блин, я тут запутаюсь нахрен. Очень много проходов. Грибочек. Опа, что-то я видел. Странно. Давайте копнем вот тут. Здесь ничего не найдено, к сожалению. А так просто подозрительное место было. Какой-то алтарь я слышу. Опа, там что-то лежало. А, не показалось. Блин, какая-то замануха по-любому. Вот прям чувство. Опа. А как мне достать? Хрен-то мешок достать. С той стороны ведь нельзя было пройти, насколько я помню. Вот этот поворот. А как мне достать вот этот мешок? Чего? Может тут? Нельзя пройти. Это разработчик угорается, что ли? Специально положил туда ящик, а до него никак не добраться. Опа, пенек стоит притворяется, смотрите. Это же пенек, да? А, да, падал, смотри. Вот он проход, похоже, загородил. Или нет? Ты что, думал я тебя не замечу? А вон еще пенек стоит. Да тут их несколько. Они в кустах вон спрятались. Какие хитрые, смотрите. Вот он стоит, еще один. А я как не... Как вы урон не нанесли? А я как не обращал внимания на них. Акробаты эти гребаные. Да хорош, одумайся ты. Блин, как же я отвык уже уклоняться в этой игре. Ну сейчас. Вспомню былое, как говорится, наваляемым всем. До свидания. Так, стрелу забери. Получается... Как-то туда можно пройти, просто там пенек где-то закрывает проход, и я этого не вижу. Надо повнимательнее просто быть. Какие гребаные акробаты. Тебе бы в цирк. Братан, прекращай. Одумайся. Да-да-да-да-да-да. Ты заколебал. Да-да-да-да. Давай, Полина, дохни уже, а. Да-да-да. Заколебал уже свои цирковые... О, он еще пенек стоит. Сколько у вас тут вообще? Да-да-да. Что-то у меня есть такое подозрение. Если бы я взял вот этот предмет, они бы все внезапно начали на меня нападать. Я больше чем уверен. Это ловушка специальная. Что, я не знаю, что ли? Я уж через такой проходил. Как говорится. Нет, тут не пройти. Вон там, в принципе, вот, наверное, проход. Ну-ка, надо так проверить. Вот тут, по-моему. Вот, вот этот. Нет. Тут никого нету. Ага, вот он. Нашел! Чтоб я ушел, не разобрался! Я вас умоляю. Однорожный секрет. 500 очков. Отлично. Что у нас тут? О, это хорошо. Медвежья рукавица. Что у нас? Кто без перчаток? На тебе перчатку сразу. Так, заметка. О, вот это хорошее зелье. Сразу по одному дадим вам, передовым бойцам. Если я хочу уничтожить эту проклятую ядовитую тварь, то сперва придется найти листочек его жизненного обеспечения. Он должен быть где-то рядом. Любые повреждения, которые я пытался причинить, не носили почти никакого вреда. Там явно имеется какая-то могучая жизненная защита. Эта тварь, возможно, подпитывается силой от одного или двух своих приспешников. Должно быть, она очень старая и сильная, раз смогла выстроить целый подземный бункер и выжить в нем в течение долгих лет. Ладно, неважно. Главное разглядеть этих мелких поганцев возле главной споры. Затем уничтожить их, используя мои волшебные рукавицы. А уж потом убить этого монстра не составит никакого труда. Магистр Тобиус наверняка хотел бы увидеть это растение в нашей оранжереи и изучить его. Но приказ, есть приказ. Я не могу оставить эту тварь в живых и позволить ей и далее отравлять наши лиса. Так, ладно. В принципе, этот мешок мне больше не нужен. Давайте вот этого еще пенька убьем. Давай, просыпайся, грибаный шашлык. Что? Это как я не попал в тебя? Вот поворотится. А ты заколебал. Ах, хорош промахиваться. Такой живучий пенек, а? Древесные стражи уничтожены, получены 800 очков опыта. Ни хрена себе. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ну вот, да, вот по-любому. Видите, даже закрыли. Проход. Тут, видимо, битва должна была быть. Бл***ь, напугали. Ты че припёрся? Тут вот эти должны были пеньки. Ожить, скажем так. Ну, все-таки использую, наверное, зелье. На всякие пожарные. Ну давай, двигайся быстрее, неповоротливая ты мышь. Ух ты, 79? Дубиной? Вот это да. Обычно, блин, такой урон никогда не наносит. Наверное, из-за того, что... В навыках... А, нет, у тебя критический урон не прокачано. А вот бабёхи прокачано. Ничего себе, три метательных кинжала. Кто-то ходит. Я отчётливо слышу, кто-то ходит на... Этого, похоже, гриб. Поганка такая ходит, блин, походу, где-то. Ой, вот это опасный противник. Особенно, если их несколько. Так, очередной какой-то проход. Получается. Мы всё тут зачистили. У нас есть проход... В стоке замков. Тут люк закрытый. Сам главный вход закрыт в замок. А это что за проход? Нужно разобраться. Закрыто. Что это за звук? Как будто кто-то кого-то отравляет. Ну, капненько вот тут. Подозрительное место. Нет, здесь ничего не найдено. Ветка зато найдена. Или она здесь была до этого? Да сломайте вы эти коробки срами. Отлично. Кнопки вообще здесь имеются? Это что это такое вообще? Кладбище отважных стражей замка. Да ладно, ты угораешь! У вас тут и замок, и кладбище имеется. Ну ладно, у нас выбора нет, в принципе. Пойдём на кладбище. Гвардеец Хейган. О, тихо, солдат, одумайся. Ты что, проснулся? Спал бы да спал своим вечным сном. Это опасный противник. От него нужно подальше держаться. Очень много урона носит. А он, похоже, охраняет кладбище. Он не будет выходить. Посмотрите, он не выходит за пределы. До свидания. Ну, в принципе, нет. Один на один он никчёмный. Может быть, это кто-то из тех нежитей, о которых писал Харанза? Может быть. С другой стороны, этот, похоже, был мёртв уже очень давно. Ну, вот у замочной скважины. Возможно, похоже, он был похоронен совсем недавно. Ага, и решил встать. Вот не спится ему в могиле. Думаю, дай встану, а. Побеспокоили мы, видимо, его. Нихренеть. Там люк. А как туда попасть? Я вижу, там сапоги очень даже хорошие. Также на пьедестале там что-то лежит интересное. Это кристальные сапоги. Нужно найти ключ. В общем, капитан Верис. Сержант Деребо. Кто это такие вообще? Опа, там сундук зато. Всего лишь целебное зелье. Как-то бедновато. Что-то прям секретных кнопок совершенно пока что тут нету. А вот, смотрите. А! Спасибо, хорошая кнопка, мне понравилась. Больше нажимать не буду. Малый, красный и синий. Каждый из них прекрасен. Но вместе они божественны. Что? Это что за загадка такая интересная? А, я, кстати, забыл про браслет-то. Скорость исполнения энергии. Это тогда надо тебе дать. Чтобы тебе эта энергия быстрее восполнялась. В общем, на этот пьедестал нужно что-то положить. Это он выстрелил в меня, что ли, когда я нажал на кнопку? Не знаю, для чего эта кнопка. Совершенно. Опа, факел. Нужно факел положить сюда, нет? Непонятно, пока что-то, как решить эту загадку. Тут у нас факел, получается, лежал, да? Пройти сюда нельзя. Гриб пригодится. Две статуэтки, с которыми нельзя взаимодействовать. Нужно что-то еще положить на этот пьедестал. Ну-ка, дай-ка и факел. Нет. Нет. Что-то другое нужно здесь. Да опять ты! Че тебе от меня надо? Воу-воу-воу, не-не, вот это зря на тебя полез. Лучше я не буду выделывать с рисками. Да ты попадешь когда-нибудь, а! Мать, ну прекращай уже! Сколько можно? До свидания. Так, а кто тут? Эдмунд Чёрный Змей, первый. Ну как? Серьезные тут ребята покоились. Ой, это что-то такое? Карта. Я Эдмунд Чёрный Змей. Пишу это собственноручно со слов некого М. Богатство, захороненное в сундуке неподалеку от разрушенного храма земли, просто огромное. Сундук скрыт в одном шаге от виселицы. Теперь все, что мне нужно, это компас. И, если М не обманул, я богач. Так. Часы. Уже два часа после панула полуночи. Проклятый компас. Стрелка этого компаса нервозно колеблется. А это склеп, да? Ну шикарно, чё. Давайте ладно, спустимся. Чё там вообще? Древние склепы. Чёрный ход. А! Грёбные мыши, хватит мне ноги грызть. Мои ногти их грызут. А, зачем я из лука выстрелил? Они же... Она же лучница, никак не попадёт в этих мышей. Ай. Это я зря сделал. Да хорош, мыши, одумайтесь. Они, в принципе, никчёмные, но... Очень неприятный противник, если их будет много. Так. Что вообще тут унимается? Ага, статуэтка скелета. То есть я должен две статуэтки, видимо, найти. И на тот пьедестал положить. Ключ отсоединения. А как эту дверь открыть? Там кто-то ходит. Ходит, бродит, что-то бормочится. Ну да ладно. Мы пока что в склеп попасть не можем. Ключ, возможно, именно от этого... Нет, ключ не подходит, к сожалению. Статуэтка скелета. Я не пойму, это звук правильный или неправильный? Ладно, пускай статуэтка пока у меня всё-таки будет. Вроде вот она, эта статуэтка такая же. Просто мне надо ещё одну статуэтку найти. И тогда, наверное... А вот что произойдёт... Прям непонятно. Ладно. Тут у нас дверь закрыта, получается. У нас имеется проход... А, вот тут, получается, проход. Там больше некуда идти, по сути. О-о-о, вот ток не ты. Да, грибы сраные. Ну, хотя бы... Не мухомор ходячий. Он вот опасный, он отравляет. Вот этот мелкий шпингалет, он, в принципе, лёгкий. Чё-то запрыгал, как обезьяна. Ну, стреляй, давай. Может, ему... Полу дать. Ой, там гриб идёт. Вовремя убил. Так. А чё это... Тут ещё кто-то летает. А, вон, комары. Не, похоже, где-то здесь находится. Этот сраный мухомор, я слышу, как... Он что-то отравляет. А, там спор... Споры... О, господи, нет. Валим. Иначе они меня тут сейчас зажмут и могут убить. А кристалл восстановления здесь пока что я не находил. Ну, а сразу ещё и хлеб съешь. Всё, отлично. С этим разобрались. Они, вот эти грибы, в принципе, никчёмные. С них обычная еда как раз выпадает. Тем самым они очень даже полезны. Да, и подожди, там стрела моя улетела. Надо не забыть забрать себя. Он очень неповоротливый, то есть с ним драться, по сути, очень даже легко. Где второй-то дружба? Куда ты его потерял? Да хорош! Вдохну, я прошу. Да ладно, я слышу, Варк забывает. Вот это плохо. Очень опасный противник, Варк. Вот зараза, а. Пытается, гляньте, меня зажать. Так ты за мной не пойдёшь. Я как понял, ты охраняешь там свою территорию. И, самое интересное, смотрите. Это вообще ловушка, по идее. То есть здесь что-то активируется, и вот эти двери загройцы, мы отсюда уйти не сможем. Не хватает энергии. Круто. Что-то на него огонь как-то особо не действует. Не загорается он. Обычно вот индикатор, цифр красный должен быть, если у него прям огонь критически действует. Ай, стрел нету. Надо уж и кого-нибудь одного из них убить. Да какие же вы, блин, желучие, а. Грёбаные пеньки ходячие. Да неужели? С одним разобрались. Так, стрелы ты забрал? Ла. Забрала, забрала, молодец. Непривычно, что в моей группе бабы играть. Причем три бабы, один мужик. Хочу подметить, один мужик всего лишь. Три бабы командуют им, скорее всего. Так, кинжалы забрал, стрелы у меня сколько было? Шесть! Вот еще две, все отлично, все нашли мы. Так, тут какой-то проход, или это не проход? О, кирка. Увы, сестренки, но здесь мы не протиснемся. Тирка. Вообще-то я и Дирка смогли бы, но да, тут не протащить Маркуса и... Вот только не надо тут! И, Лобби, ты намекаешь, что я толстая? О, тут вещи, кстати, лежат. Эм, нет, конечно, дорогая сестрица. Механизм заклинило. Так, ладно, тут нам не пройти. Ящик. Склянка с водой. Крестьянская рубаха. Кто у нас вообще с голым пузом ходит? Нет. Два. Да тут прям и некому дать. По сути мне эта... Рубаха вообще не нужна. Поэтому я выкину. Так, а вот жаршляпа пригодится тебе дадим. Тихо. Плащ охотника тебе дадим. Сандали тоже нафиг не нужны. Что в письме сказано? Так, как обычным способом добраться от крепости до храма земли заблокирован для простых смертных, то я нашел изящный способ решить эту проблему. Храм расположен где-то в глубине чаще окружающую северную цитадель. Многие до меня пытались найти проход туда, но были убиты дикими зверями, либо умерли еще более страшной смертью. Проблема в том, что стража никого не пропускает. Проход под крепостью заблокирован ядовитой пещерой. А старые лесные тропы уже никто не помнит еще со времен моего прапрадедушки. Так вот, я решил подняться на самый высокий горный пик со стороны крепостного кладбища и осмотреть оттуда местность, где должен находиться храм. Мне придется сделать это ночью. Поэтому... Потому что обнаружить храм с большого расстояния можно только по сиянию священного маяка. Нужно просто быть осторожным, чтобы не соскользнуть со скал в темноте. Я зарисую карту на следующий день при солнечном свете. Дойду до храма через лес. Элементарно! Сказано. Ну да, ну да. Так, это те самые двери, мы их видели. С другой стороны мох. Вот мох это хорошо. Так, получается, у нас единственный проход... Где-то варк забывает. Заброшенная черепашья кладка. Намек. Может быть копнуть надо? Еще раз. Для чего это было сказано? Явно подметила. Или подметила. Я, кстати, не обратил, кто это сказал. Вот еще черепашка. Так, тише. Вы, крючки, разбили здесь лагерь. А, там с ними вон варк стоит. Да ну нахрен, этого не пойду. Пока они не догадываются о нашем присутствии, предлагаю сделать им сюрприз. А как сделать сюрприз? Тут никак сюрприз не сделаешь. Насколько я понимаю, как только я туда пойду, двери закроются. И все, и мы в ловушке. В общем, ладно, в принципе, давайте на сегодня уже закончим. Надеюсь, как говорится, вам понравилась эта серия. Ждите продолжения, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и всем удачи, всем пока.